Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника ОВД Царицына Дениса Евсюкова, который весной прошлого года устроил бойню в московском супермаркете «Остров». Признать Евсюкову Дениса Викторовича виновны в совершении преступления, присмотра пунктами А и части 2 статьи 105, часть 3 статьи 30, пунктами А, Б и части 2 статьи 105, статью 3017, частью 1 статью 222 Главного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание. По пунктам А и части 2 статьи 105 Главного кодекса Российской Федерации в виде пожизненного лишения свободы, с лишением специального звания майор милиции. Участники дела считают, что судебный процесс имеет беспрецедентное значение. Впервые столь жесткий приговор вынесен в отношении милиционера, занимавшего высокую должность в органах МВД. Сегодняшний приговор суда имеет очень большое значение. Это первый приговор с очень серьезным наказанием, вот таким вот, в отношении действующего сотрудника милиции. Ну, действующего на момент совершения преступления. Помимо приговора Евсюкову, суд вынес частное определение в адрес министра внутренних дел. Впервые в российской истории в судебном порядке было признано, что в органах милиции в целом накопилась масса недостатков. Евсюков совершил преступление из пистолета, который с 2000 года находится в федеральном розыске. Патроны, которым стрелял Евсюков, находились на вооружении ГУВД города Москвы. Выявлены недостатки в работе кадровой службы, в работе окружной военно-врачебной комиссии, аттестационной комиссии ГУВД города Москвы. Вот по этому факту, по этим фактам, внесено частное определение на имя министра внутренних дел Российской Федерации. Поэтому, думаю, есть над чем задуматься в Министерстве внутренних дел и в особенности ГУВД города Москвы. Однако на этом судебные баталии не закончены. Мы удовлетворены этим решением, обжаловать его не будем. Остается один вопрос. Вопрос возмещения вреда. Я по тексту приговора услышала данные, которые суд внес в приговор. И это дает мне, как представителю потерпевших, очень большие шансы на обращение в суд с иском о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, к Министерству финансов Российской Федерации за незаконные действия Евсюкова в отношении моих пострадавших.